Связь биткоина с Богом? Да вы что? Неужели она существует? Почему никто не знает, кто создал биткоин? Но однако же духовные люди должны понимать, что все создал Бог, создала та энергия, которую мы называем Всевышним. И какая связь богатства, а биткоин это представитель богатства, один из представителей в этом мире, один из путей ведущих богатств. Какая связь биткоина с духовностью? Если ты бедный, ты не можешь завести семью, ты не можешь дать образование своим детям, Ты не можешь даже завести детей, а дети это продолжение жизни, продолжение тебя, твоей божественной природы. Материя это продолжение божественной природы. Поэтому наставники, мудрецы говорят, создавай семью, заводи детей, строй дом. И тогда занимайся духовностью. Видите, почему? Потому что Бог это жизнь, Бог это наша сила, это наше счастье. Духовность, где она духовность? Если ты не можешь подарить подарки своей любимой, Если ты не можешь дать образование своим детям, Если ты не можешь вылечить свои болезни и своих близких, Если ты не можешь изменить этот мир к лучшему, чтобы не было войн, Чтобы не было зла в этом мире, Если ты не хочешь ударить палец о палец для того, чтобы стать богатым, Для того, чтобы стать более сильным пальцем Бога в этом мире. Потому что мы все пальцы одной руки. Мы должны быть едиными, Мы не должны драться с другими пальцами. Как это глупо выглядит, представьте, Когда один ваш палец начнет драться с другим пальцем. Для просветленных людей, для мудрецов, Для духовных людей это безумие. Войны это безумие. Это не от Бога и не для людей. Это для обезьян, для сумасшедших, Для психически больных, Для тварей. Понимаете? Вот так примерно связь биткоина с Богом, С Аллахом, с Абсолютом, С духовностью. Просто крипта сейчас, Это один из самых важных инструментов в мире, Для того, чтобы зарабатывать деньги, Приумножать, вкладывать деньги. Даже крупные компании в мире уже начинают покупать очень большие суммы биткоина, Чтобы хранить в нем свой капитал. Понимаете? Ну, а кто-то из вас еще думает, думает, читать или не читать описания под моими вот этими видео, Роликами, лекциями на канале Целитель Бога на Ютьюбе. Думает, надо ли ему стать богатым или не надо. Или надо ли ему завести семью, надо ли ему вообще жить или не надо. Все, Бог решит, ничего. Но мы должны стараться понять это, что изучать духовность. Конечно, можно только рядом с наставником. То есть, передать вот эти вот моменты через интернет, настоящие, невозможно. Я мог записать курс, да. Я смог это сделать. Я хотел это сделать для вас и сделал это. Но что вы можете взять через интернет? Наставник мне сказал, и не только мне, и другим ученикам. Вы должны стать богатыми. Вы должны иметь возможность приехать ко мне, обучаться. Приехать в любую точку мира. Иначе просто всегда будете рабами. Изучать духовное знание. Это для избранных. Это не для всех. Это для тех, кто может приехать к наставнику. Может сесть у его ног. Может пройти его семинар лично. Пообщаться с ним за чаем. Духовность, вершины духовности. Это для свободных людей. А для рабов искаженные религии. Для рабов какие-то книги, которые все равно они не смогут понять. Даже если прочитают. Потому что у них нет образования. У рабов нет денег на образование. Рабы не смогут понять даже священные книги, когда их прочитают. Потому что понять священные книги можно только под руководством наставника. Поэтому первая задача человека, если он хочет приблизиться к Богу по-настоящему и слиться с этой единой энергией своей души. Главная задача это стать свободным. Достичь свободы. В том числе от рабства, денег, от своей лени, от своей глупости. Чтобы быть богатым, свободным человеком, который способен изменить этот мир к лучшему. Зачем богу рабы, ленивые, глупые, слабые, которые, кому они могут помочь? Они даже себе не могут помочь. Понимаете, не беспокойтесь, что я критикую вас, допустим. Потому что я критикую и себя этими словами. Понимаете, есть пословица, бог любит богатых и средних. Да, и когда пытаешься помочь бедным людям или совсем нищим, пытаешься хоть что-то рассказать о финансовой грамотности, о деньгах, о крипте, как заработать. Они в лучшем случае просто не услышат, потому что у них нет образования и разума. В худшем случае пошлют тебя подальше, нахрен со своими поучениями, потому что они не увидят в твоих знаниях помощи. Они не увидят, что образование, что знания способны изменить их жизнь. Потому что они не ценят знания. Не сыпь жемчуг перед свиньями, как говорит религия. То есть это глупейшее занятие. И я много раз тоже страдал от этого. Пытаешься помочь людям. И ты хочешь, ты искренне хочешь им помочь стать богатыми. Но они просто посылают тебя подальше. И бывает даже оскорбляют. Бывает обижаются и говорят, да давай о духовности лучше поговорим. А ты все о деньгах, о деньгах, о деньгах, о деньгах. Ты надоел уже со своими деньгами. Давай о духовности. Но где их духовность, если они не ценят знания? Религия, духовность, это начинается со знаний, а не с каких-то предрассудков. Это четкое знание, четкое образование, которое надо получить у профессионального, у мудрого, настоящего духовного наставника. Лично, лично у него. Не через интернет, не через книжки. Поэтому мы, друзья, должны стать все свободными людьми для того, чтобы развиваться, для того, чтобы менять этот мир. Чтобы не быть слугами сатаны, как говорит религия. Слуги зла. То есть люди, которые не сопротивляются злу. Потому что есть такие законы в религии. Если ты видишь зло, ты должен остановить его рукой. Если ты не можешь остановить его рукой, ты должен остановить его языком. Если ты не можешь остановить его языком, ты должен хотя бы возненавидеть его в своем сердце. Ну что мы можем вообще, если мы рабы? Если мы в этом мире не разбираемся? Если мы не можем заработать себе богатство? если мы не можем, не разбираемся в законах, в юридических моментах, если мы вообще не понимаем, как работает эта система, что мы вообще можем. Какие-то кто-то из моих друзей, допустим, уступил бандитам, аферистам, которые отобрали квартиру у его родственников. Где же тут духовность, где тут духовность? Это поощрение зла, это служение сатане, это нарушение духовности, нарушение религии. Где тут духовность, когда ты не останавливаешь зло, а когда ты просто смотришь, как оно происходит. Больно, не всегда можешь сказать, не всегда я могу и понимаю, что если я скажу иногда что-то, чтобы остановить зло, меня просто или посадят, или расстреляют. Столько зла сейчас происходит, война, глупость, тупость. Но хотя бы стараться мы должны стать свободными людьми. Это первая цель для рабов. А кто понял, что он раб и далеко не Бога, тот уже на правильном пути. Надо освободиться, стремиться к свободе по-настоящему. А у кого есть деньги, конечно, надо изучать духовность, изучать мудрость. Потому что дальнейшее развитие и жизнь при любом богатстве, но без этих знаний, без мудрости, без духовности, эта жизнь просто пустышка. Понимаете? То есть всем есть над чем работать. Бедные должны работать над тем, чтобы стать свободными. Рабы должны стать свободными. А богатые должны работать над тем, чтобы стать достойными руками, дающими руками Бога. Вот так вот у каждого свои цели, у каждого своя специализация, специальность для того, чтобы служить людям, помогать людям. У философов одна специальность учителей, другая, врачей третья. Где тут духовность, если человек не может заплатить целителю за исцеление от болезни? Если человек не может заплатить учителю за образование? Тут нет духовности, друзья. Может кто-то меня будет упрекать снова, что я вот о деньгах, да о деньгах. Что у меня платные занятия, платные курсы, что я там бесплатно не обучаю. Да, это столько бесплатных лекций у меня. Больше тысячи может быть разных роликов на канале Целитель Бога. В том числе по деньгам, по крипте, по финансовой грамотности, по духовности. Кто-то упрекнет учителя, да, который бесплатно или за копейки когда-то обучал детей, тренировал. Там ездил по селам, проводил занятия, чтобы детей поднимать, чтобы помочь им. Вот, когда нет никаких спортивных секций, да. Когда я тратил свое время, часами, там, на то, чтобы доехать в какое-то далекое село. Потом пройти пешком несколько километров и провести тренировку для детей. Или, скольким людям я помог, сколько вылечил, сколько книжек издал за свой счет, которые, про которые мне говорили, что эти книжки изменили мою жизнь. Иногда мне говорят такое, ну, не иногда, а как бы частенько. Так что, друзья, все отзывы на канале Целитель Бога. Если кто-то меня упрекает за то, что у меня дорогие или платные занятия, ну, скажу проще, куда вам идти вот таким вот людям, которые не понимают, что бесплатно, если наставник обучает, он может просто голодает, погибает от своих проблем. Погибает от своих болезней, которые не может сам себе вылечить, потому что у него нет денег. Но, однако, учит других бесплатно и лечит других. Но как он их лечит и учит, если у него нет ума, чтобы заработать себе на жизнь? Кого он может научить, кого он может вылечить? Поэтому надо думать, друзья, о многих аспектах жизни, а не только об одном. У нас есть не только одна извилина. Мы должны мыслить широко, мыслить обо всем в этой жизни. И для того, чтобы стать свободными и духовными людьми, на самом деле, как максимум, как религия говорит, что наша цель – это стать такими, как пророки, достичь уровня пророков. Для этого надо быть свободными, богатыми людьми, которые могут приехать к своим наставникам, могут заплатить за обучение, которые могут дарить подарки своим любимым, своим детям, которые могут построить себе дом и создать свою династию, свою семью, свой род. И они могут продолжить жизнь, потому что это дело угодное богу, угодное духовности. Вот так вот. Так что, друзья, ответы такие. Вот связь биткоина с духовностью, вот связь биткоина с богом. Поэтому, кто еще не в моем чате по финансовой грамотности, приглашаю. Кто еще не на моем канале «Целитель Бога», заходите, подписывайтесь. Кто еще не с нами, кто еще не с Богом, кто еще не в нашей секте, как говорится, да. Ну, заходите, потому что, ну где, где, некоторые говорят, что, ну где найти еще знания, где еще искать мудрость, как не у нас, да, как не на канале «Целитель Бога». Ну, где еще вы найдете? Ну, попробуйте, попробуйте. Кто вас знает, может у вас получится, вот, за 35 лет поисков, так же, как я для вас искал эти знания, анализировал дни и ночи, не спал, тысячи лекций, встречи, путешествия к наставникам, личное обучение у наставников. Вот, так как я могу по интернету научить кого-то всему-всему, понимаете? Это просто, по интернету можно просто подружиться, познакомиться. По интернету можно просто начать, начать общение. Вот, а если кто-то скажет, что по интернету вас всему научат, это обманщик, не верьте и приходите лучше ко мне. Приходите, прилетайте, приезжайте, в общем, попьем чайку, посидим, потренируемся, может быть, когда-нибудь свой центр построю, для наших тренировок, встреч на берегу океана. Кто знает, все в наших руках, друзья, все воля высшего. Но мы должны стараться, искренне стараться. Это все, что от нас требует религия, духовность. Это искренне, искренне стараться. Стараться понять, стараться воплотить, стараться прожить свою жизнь хорошо, достойно. Вот, стараться, стараться искренне. Поэтому приглашаю вас на свои курсы, на онлайн-курсы. И потом, когда вы станете свободными людьми, приглашаю вас ко мне в гости на реальное обучение, реальные тренировки, обучение секретам, которые вы никогда не сможете ни по какому интернету получить. Нигде, никогда. Это просто невозможно. Вы понимаете, верите вы, не верите. Неважно. Вы должны понять, когда профессионалы вам говорят, это высшее, правильное знание. И дело совсем не в вере. Все надо проверять. Не надо никому верить просто на слово. Все, вся мудрость, духовность, все боевые искусства, спорт, здоровье и так далее, все передается только на практике. Лично, лично. От учителя к ученику. Только так. Говорит об этом восточная традиция, йоги. Ну и любые традиции. Всегда ученики живут вместе с наставниками, работают, помогают, учатся. Поэтому ничто не заменит. Никакой телевизор, никакой интернет, никакие все эти современные изобретения не заменят. Ну, если будет милость наставника, допустим, опытного наставника, то он может к вам приходить и ночью во сне, и обучать вас. Да, это возможно. У меня есть такие наставники. Это прекрасно, друзья, но это не для всех. Это тоже для избранных. И не всех такие наставники будут обучать. Поэтому нам просто надо искренне стараться. Все, что я могу вам сказать, я сказал. Что не сказал, сказал в лекциях на канале Целитель Бога. Так что заходите, проходите курсы обязательно. И делайте обязательно все упражнения. Выполняйте все упражнения, которые я давал на своих курсах. Делайте, действуйте. Иначе, если вы не сделаете их, не постараетесь, то у вас не будет никаких толковых вопросов. Понимаете? Удачи, друзья! Мира вам! И всех благословений Всевышнего! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok